В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Саровский драматический театр представил сказку «Летучий корабль». Борьба за третье место. В нашем городе прошел турнир по волейболу с иди юношей. Далее расскажем обо всем подробно. На левом берегу Рекисатис, напротив Саровской риверы, начались работы по планировке земельного участка. Компания «Саровинвест», которая занимается комплексным освоением ПМ и благоустройством этой территории, проводит санитарную очистку и вывозит мусор. Уже в 2020 году здесь появится новая набережная общей протяженностью более 4 километров. В 2020 году на левом берегу Рекисатис появится новое общественное пространство. Компания «Саровинвест» приступила к планировке земельного участка. Производится его санитарная очистка, вывоз мусора. Полнородный слой почвы снимается для его хранения и использования в дальнейшем для рекультивации земли после окончания строительства. Все работы производятся в соответствии с проектной документацией по комплексному освоению в целях жилищного строительства. Утверждено постановление администрации города Саров в 2013 году. Взамен вырубленных насаждений компания «Саровинвест» проведет компенсационное озеленение территории ценными породами деревьев. Для этих целей компании «Саровинвест» приобретено более полутора тысяч саженцев ивовых пород, которые уже привезены в саров и прикопаны в землю на специальном участке. В будущем они будут рассажены по всей территории в зоне благоустройства. Благоустройство территории проведут на таком же высоком уровне, как и на участках в районе жилого комплекса «Саровская ривьера». Закончат работы уже в 2020 году. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В художественной галерее прошел прием главы администрации деятелей культуры. В торжественной обстановке служителям театра, работникам музея и художественной галереи, педагогам музыкальной школы имени Балакирева и библиотекарям вручили грамоты и благодарственные письма. Подробности в следующем репортаже. «Саровская – это город очень высокой культуры, очень высокого спроса на культуру, высокого запроса и высокой оценки, самооценки». В преддверии зимних праздников в художественной галерее чествовали тех, кто на протяжении всего года активно трудился и продвигал искусство в нашем городе. Представители администрации поблагодарили работников культуры за профессионализм и пропаганду вечных общечеловеческих ценностей, обозначили задачи на следующий год. «Основная наша задача всех тех, кто присутствует в этом зале, это сохранить и историю, и культуру нашего города. У нас есть еще одна сверхзадача. Это задача научить наших горожан понимать Саров как необыкновенный феномен, феномен духовной и научной культуры». Сотрудники культурных учреждений города также подвели итоги года. Работником библиотеки имени Владимира Маяковского он запомнился многочисленными проектами и приемами в своих стенах известных деятелей в сфере искусства. «Это были приезды и по линии Росатома, когда к нам приезжало издательство детской литературы, у нас был музыкальный вечер артистки Ардовой, и также, наверное, приезды, которые были в рамках проекта «Персона». Благодарственные письма от администрации получили десятки специалистов из Саровского драматического театра, художественной галереи, библиотек и музеев города. Весь год они устраивали творческие встречи, концерты, выставки и спектакли, чтобы жители приобщались к прекрасному и всегда могли культурно провести время. Выход на лед может быть опасен. На пруду Боровом реки Сайте с района Маслихинского моста вода промерзла на 22 сантиметра, на реке Саровка на 2-3 сантиметра. Специалисты напоминают, что со дна Саровских водоемов бьют многочисленные подводные ключи, которые размывают лед. А потому нужно соблюдать предельную осторожность и пользоваться только протуренными тропами. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 января продать квартиру без уплаты НДФЛ можно будет уже через 3 года после ее покупки. Соответствующие поправки еще летом прописали в налоговый кодекс. Раньше, напомню, минимальный срок равнялся 5 годам. Однако воспользоваться новыми правилами смогут не все. Продать жилье без уплаты НДФЛ уже через 3 года смогут только те, у кого нет собственности других квартир. В противном случае придется, как и раньше, ждать 5 лет. Отсчет времени начинается с того дня, когда владелец официально зарегистрировал право собственности на недвижимость. Со следующего года в детской поликлинике начнут отслеживать психологическое здоровье ребят. Как сообщает официальный сайт КБН Мер 50, эта процедура станет частью профилактического медосмотра несовершеннолетних. Такое решение приняли в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Выявлять ранние нарушения психического развития медики будут с помощью родителей. Мамам и папам предложат заполнить специальную анкету с вопросами об особенностях поведения ребенка. Клуб любителей собаководства Акбар приглашает саровчан на док-шоу «Собаки-герои». Оно пройдет в субботу 4 января в Клубе здоровья по адресу улица Силкина 10-1. Начало в 13 часов. Гостей ждет знакомство с различными породами собак, творческие мастерские, интерактивные площадки и многое другое. Для лиц старше 6 лет. В Саровском драматическом театре премьера. Под Новый год артисты сделали зрителям настоящий подарок сказку «Летучий корабль». Это история о любви и дружбе, находчивости, смекалке и добром сердце. Поставил ее режиссер Антон Неробов. А роли исполнили как молодые артисты, так и признанные мэтры Саровской сцены. Подробнее о новом спектакле в нашем следующем репортаже. Сказка «Летучий корабль» Сказка «Летучий корабль» – это волшебная история любви трубочиста Иванушки и царевны Забавы, которые мечтают об уютном доме и простом семейном счастье. Сюжет спектакля давно знаком зрителю благодаря одноименному советскому мультфильму. Режиссер Антон Неробов уверен – каждый в постановке найдет что-то свое. Маленьких зрителей заинтересуют визуальные эффекты, яркие костюмы и декорации. А взрослые смогут окунуться в атмосферу детства и вновь поразмышлять на тему добра и зла. Совсем маленьким детям, 4-5 лет, они видят большие яркие пятна, видят яркую динамику и действия, не понимая, может, слова. Чувствуют, как музыка передает настроение. Взрослые чувствуют текст. Да, детишки еще повзросли, они уже смотрят, как каждый герой кому относится и тому подобное. И составляют уже полную картину, за кого переживать, где добро, где зло. Главные роли играют Елизавета Казачкова, Артем Жуков, Павел Козлов, Анатолий Наумов и Константин Алексеев. Для спектакля артисты подготовили 12 танцевальных и вокальных сцен. В постановке зрители услышат как старые песни из легендарного мультфильма, так и новые композиции Максима Дунаевского в исполнении актеров саровской драмы. Такой общий большой продукт, который сделан полностью у нас в театре. И наш художник, и наш автор написал инсценировку по известному мультфильму. И наш аранжировщик аранжировал великолепную музыку Дунаевского. Зрителей ждет мудрая история о том, как смелость и искренность побеждают жадность и злобу, о том, как друзья могут выручать в беде. Сказку об истинной любви и чудесах можно посмотреть в дни новогодних каникул на большой сцене Саровского драматического театра для лиц старше 6 лет. В Сарове увеличилось количество заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом или мышиной лихорадкой. Об этом сообщает Межрегиональное управление номер 50 ФМБ России. С начала этого года медики зафиксировали 90 случаев инфицирования. В ноябре заболело 20 человек, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Источником заболевания служат мелкие лесные млекопитающие, главным образом мыши. Скачок заболеваемости связан с зимней миграцией грызунов в бытовые и производственные помещения. Источник инфекции с виду безобидная рыжая полевка. Декий грызун выполняет функцию носителей вируса. Чаще человек заражается воздушно-капельным путем, то есть надышавшись продуктами жизнедеятельности мышей. Инкубационный период болезни длится от 1 до 6 недель. Опять же, он зависит от того, какое количество вирусов вдохнул пациент. Если большое количество вирусов он вдохнул, то, естественно, инкубационный период сократится до минимума. Если пациент вдохнул меньшее количество, он может удлиниться до 45 дней. В среднем обычно где-то инкубационный период продолжается от 14 дней, ну вот средний, до 21 дня. Первые проявления интоксикации организма легко спутать с симптомами гриппа или острого респираторного заболевания. Не стоит откладывать визит к врачу и заниматься самолечением. Следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью. У пациента может быть головная боль, высокая температура до 40, но, опять же, не у всех протекает по-разному. У кого-то до 40, у кого-то 38 и выше не поднимается. У всех по-разному. Вот головная боль, сухость во рту, слабость, озноб. Вирус не передается от человека к человеку. Чаще заражение мышиной лихорадкой происходит на дачном участке или в гараже. Во время уборки, ремонта, разбора завалов мусора, когда воздух поднимается за лежалая пыль. Чтобы не подхватить вирус, достаточно соблюдать простые меры профилактики. Во-первых, после этого мыть руки обязательно, да, и плюс какую-нибудь маску или респиратор на лицо, чтобы не выдыхать, стараться. Вот когда, особенно если убираетесь, если связано это все с пылью. Мышиная лихорадка опасна тем, что при поражении почечной системы и при запоздалом лечении вирус может привести к смерти. Восстановление организма после болезни займет примерно год. Напряженная борьба за третье место. В нашем городе завершился турнир по волейболу с одеюношей. В течение нескольких дней сборные команды Саровских школ боролись за главные приз соревнований. На одной из последних игр турнира побывала наша съемочная группа. В спортивном зале школы номер 7 царит напряженная атмосфера. Здесь подходит к концу городской турнир по волейболу среди юношей. В матче за третье место встретились команды школы номер 20 и 12. На протяжении всего турнира обе команды шли на равных. У каждой была своя цель – принести как можно больше побед. К игре друг с другом спортсмены готовились серьезно. Мы, конечно же, готовы. То есть сегодня прям весь день настраивались. И товарищи из команды настраивали на победу на то, чтобы играть. Действительно не испугаться соперников, а выдать максимум. Достаточно сильные соперники начали прибавлять по ходу турнира как раз таки. И вот сейчас будет очень серьезная игра, будет тяжелая, я думаю. В первой партии спортсмены из 20-й школы повели в счете. Но уже во второй соперник перехватил инициативу. И к середине игры вышли вперед. Но ребята из 20-й сдаваться не собирались. И после минутного таймаута смогли догнать и выиграть вторую партию. Спортсмены школы номер 12 не расстраиваются. Говорят, что в следующем году они обязательно отыграются. В следующем году мы поборем за все близкие места, которые мы смогли занять в этом году. Будем готовиться упорно к соревнованиям в следующем году. Всего в турнире по волейболу приняло участие 9 команд. Всем им предстояло сыграть по круговой системе. Каждая команда встречалась друг с другом на поле по одному разу. Ребятам очень нравится игр по волейболу. Сейчас, в принципе, школьный волейбол на подъеме. Ребята как-то общаются. И им нравится, и нам нравится. И учителя общаются, больше общения. И ребятам нравится. По итогам турнира первое место заняла команда из лицея номер 3. Второе – школа 7. Бронзу забрали спортсмены из 20-й. Победителям соревнований вручили дипломы и памятные подарки. 28 декабря в мире отмечается Международный день кино. Сегодня кинематограф – это неотъемлемая часть нашей жизни. Ежегодно студии выпускают сотни фильмов. Посмотреть самые популярные и нашумевшие новинки мира кино соровчане могут в кинотеатре «Люмин». В удобное время сеансов, гибкая система скидок, уютные кинозалы сделают просмотр фильма приятным и комфортным. Год назад в Международный день кино «Люмин» впервые открыл свои кинозалы для соровчан. С тех пор многое изменилось. Совсем не обязательно терять время в очереди на кассе. Теперь приобретать билеты можно онлайн. После оплаты покупателю приходит QR-код, который нужно предъявить перед началом сеанса, либо продиктовать номер заказа контролеру. Человек покупает онлайн-билеты, у него остается информация в телефоне, у него остается информация на электронной почте. Достаточно либо помнить номер заказа. По заказу тоже вводится заказ контролером, и можно пройти именную кассу. Если же у вас и этой информации нет, можно подойти на кассу и, зная ряд мест, распечатать билеты. Чтобы сделать просмотр фильмов и мультиков еще доступнее, в кинотеатре предоставляют социальные льготы. По понедельникам до 17.00 школьники и студенты могут купить билеты на любой сеанс за 120 рублей. Такие же условия действуют для пенсионеров с понедельника по среду. Сотрудники Люмина учитывают пожелания и предложения гостей. В каждом зале установили автономные кондиционеры, которые настраиваются в зависимости от запросов посетителей. К Новому году кинотеатр запустил мобильное приложение с системой бонусов за покупку билетов. Приложение – это своего рода бонусная карта, которая, кроме того, что вы накапливаете там баллы и можете их использовать как при покупке билета, так и в баре, там еще будут разыгрываться разнообразные призы, будут проходить акции. Рождественские мультики и комедии помогут окунуться в атмосферу праздника. А просмотр новогодних сказок станет отличным поводом приятно провести время всей семьей. В кинотеатре «Люмин» торговый центр «Куба», третий этаж. Расписание сеансов можно посмотреть на сайте luminfilm.com или в мобильном приложении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова